Пятый вечер в Украине семейный праздник, украинцы готовятся к нему с самого утра. Блюда в многодетной семье киевского священника готовила и наша съемочная группа. Мы вам рады и приглашаем помочь приготовить ужин. На кухне все шестеро детей семьи Пантелей начинают готовить с кутьи. Каждый занимается своим делом. Надо толочь терпеливо. Видите, сначала мак темный. Когда начнет светлеть, значит почти готов. Рецепт кутьи классический. Пшеничка обязательно, ни рис, ни перловка, мак, орешки, изюм, мед. Все на узваре. Самое главное блюдо – кутья. Простые ингредиенты, которые в ней используются, имеют сакральный смысл, являются символами благосостояния, изобилия и плодородия. Кутью в семье любят не только готовить. Самое первое в святой вечер надо попробовать кутью. Я ее люблю больше всего на праздничной вечере. На святой вечер мы стараемся обязательно приготовить 12 постных блюд, никакой колбасы и мяса. Оставляем по ложке каждого блюда для духов умерших предков. Я люблю вареники. Сегодня будут с капустой, тесто без яиц. Настроение должно быть хорошее, возвышенное при приготовлении рождественских блюд. Надо думать о своих близких, для которых ты готовишь. В последние годы в эти дни думаю не только о семье, но и о тех, кто защищает мир, о наших бойцах, благодаря которым у нас есть возможность спокойно подготовиться к рождественской вечери и отпраздновать ее. Иногда в процессе подготовки к олядке поем с семьей. До праздничного ужина собираются к олядовать у родственников и ближайших соседей. Когда во время Рождества приходят с к олядками, это благословение для семьи, и поэтому мы ежегодно ждем с нетерпением, ждем к олядок. По домам, квартирам мы сообщаем к олядками о рождении Христа и поздравляем с Рождеством хозяев. В награду получают сладости, угощения и деньги. Когда началась война, более двух тысяч гривен, которые они накалядовали, отдали раненому воину на лечение тут у нас, в Киевском госпитале. За стол семья сядет, как принято, с первой звездой. Христос рождается! Славим Его! Оксана Опрышко, Петр Галка, UATV